Снесемся на скалу, это абсолютно безопасно. Если у планера есть скорость, то никогда не может быть никаких проблем. Скорость это энергия. Мы набираем сразу немножко высоты и делаем разворот с перегрузкой до 3G. Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта. Сегодня со мной летает Даня, ему 11 лет. Он уже пилотирует планер прямо сейчас. И очень любит перегрузку, не поверите. Первый ребенок, который говорит, бегает пожестче. Ну вот мы 2,9G выжили на развороте. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Нормально? Погода бомба? С нами летает наш коллега на втором пепестреле. Хорошая погода, дует небольшой южный ветерочек. И вполне вот у склона можно... Вот сейчас на нас несется как раз наш коллега. Нет, не несется, он там летает. Но сейчас мы к нему подлетим. А Даня сейчас вам продемонстрирует, чему он научился. Возьми ручку. Попробуй пролети по прямой. Попробуй разогнать планер. Вот, хорошо. Разгони его немножко. Теперь ручку влево, чтобы создать левый крен. Хорошо. Но снижай ручку от себя. Ну и как твои ощущения от пилотирования? Нравится пилотировать планер? Хорошо. Теперь ручку чуть вправо, чтобы поближе к склону. Мы должны прижаться к склону. От склона сделать разворот. Ну вот сейчас я уже ручку взял. Сближение со склоном это, так сказать, в моей компетенции. Летаем мы к скалам близко, потому что ветер совсем слабый. Приходится вот реально брить елочки, можно сказать. Но молодой человек не боится ничего, что меня лично удивляет. Обычно все более осторожно относятся к полетам. Поэтому респект уважуха. У тебя есть ютуб канал? Да. Да? В таком юном возрасте уже канал? Но только он в английском. Понятно. И про что он? А, про разные вещи. У меня всегда разные интересы. Да? Но мы дадим ссылочку в ролике. И, глядишь, наши глубоко уважаемые подписчики подпишутся на канал юноши. Видите, как блогерство, так сказать, двигает плодеризм в массы. Детей впечатляет больше всего, когда они видят настоящего человека, у которого там 150 тысяч подписчиков, мне кажется, совершенно обычный. А им кажется, ну, другой факт. Хочется кнопку потрогать. Хочется кнопку, но дам я тебе потрогать кнопку, не переживай как-нибудь. В гости еще приедешь, зайдем домой и дам кнопку потрогать. Кнопка это не самоцель должна быть. Главное делать что? Да, ясно. Главное веселиться. Да, и делать хороший контент. Ну да. Правильно. Главное позитив у нас. Видите, энергии вполне себе достаточно для того, чтобы держаться на склоне, но сильно выше мы не идем. Поэтому можно до антенн подняться. Я сейчас бросил скорость. Видите, как планер, который сбрасывает скорость, поднимается вверх. Планер, который набирает скорость, опускается вниз. Вот так мы мимо антеннычек летаем. Нормально? Не укачивает? Порядок? Ну, ты принадлежишь к элитному числу 20% человечества, которое не укачивает. Обычно укачивает 80% населения планеты Земля на планере. Ну, у меня, наверное, очень сильно вести будет. Как это? Можно только позавидовать. Друзья, у меня как-то, знаете, кого укачало? Командира Airbus с налетом 6400 часов. Его фраза была такая, ну, я так помягче, все-таки канал детский. Меня так никогда самоверно не тошнило. Взрослые могут перевести, как он это сказал. Вот, и он мне еще предложил бы организовать похудательные курсы. Говорит, Волк, ты приезжаешь, и, в принципе, так сказать, можно полетать и похудеть. Ну, похудеть он не похудел, но полетал. Через 2-3 дня проходит. Не было еще ни одного человека, которого бы укачивало через, скажем так, 3 дня после начала полетов. Это все при желании, так сказать, лечиться. Ну, не лечится, а человек привыкает. И дальше летает долго и счастливо. Проходик сейчас сделаем вам по склону, чтобы вы понимали, чем мы тут занимаемся. О, у нас заходят все на посадку уже на аэродроме. Я учеников обычно тренирую вот здесь как можно ближе к рельефу летать. И когда они не хотят, я им говорю, ближе, еще ближе. Они говорят, Волков, ближе уже не бывает. Как можно ближе? Говорят, нет, еще, еще ближе. Сколько же метров у нас от крыла до скалы? Я говорю, мало. Ну, достаточно. Давайте им запишем видео от меня тоже. Я им буду говорить ближе, 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 ближе. Да, да, ну давайте, давай. Вот, посмотрите, друзья. Тюноша не боится ближе, а вы боитесь. Вот я всегда буду теперь студентам своим показывать. Смотрите, вот не боится с летать ближе, не боится. Ну, понятно, что инструктор пилотирует. Но в целом, ну вот. А сколько от крыла до скалы, ну вот, вы можете смотреть недалеко. Ну, достаточно. Однажды мы летали так, и пролетел между скалой и планером еще парапланирист. Вот это я, конечно, был, для моего самомнения, был удар. Я думал, уж насколько я близко к скалам летаю. Оказалось, нет. Безопасно ли это более чем? То есть тут вопрос тренировки и соответствия скорости планера, так сказать, ну, в обстановке. То есть я летаю сейчас быстро, поэтому контроль над планером полный. И никакого там, что там, а вдруг вас бросит на скалу, а вдруг вы там, не знаю, что-то там случится. Нет, такого нет. Поэтому просто летаем и, так сказать, контролируем борт всегда. Но это приходит постепенно. Степ-бай-степ, потихонечку. Сначала далеко, потом поближе и так далее. Так, ну что, еще разочек тебе дать управление. Готов? Вот сейчас я тебе напрямую отдаю. Попробуй вот пролететь по прямой, немножко поразгоняться, потормози чуть-чуть, влево повернуть, вправо. Ну, вполне. Носик ниже, видишь, скорость падает. Ниже носик. Ландер летит, пока у него есть скорость. Скорость на вот этом приборе показывает. Вот, хорошо. Отлично. А теперь направо. Носик ниже, нос не затирать. Это важно. Видишь, у тебя постоянно нос должен быть на фоне земли. Ручку не бросать. Волнуешься? Можешь немножко? Да, взял. Волнуешься? Да. Ну, это нормально. Передавай привет всем, кому хочешь. Привет всем, кому хотите. Мы тут два раза были. В прошлый раз летала моя сестра, папа и мама, а я так и не полетал. Поэтому должны были, наверное, полетать через еще один годик, но я уговорил. Представляете, какая воля к победе. Сегодня примчался, уговорил моего студента приземлиться пораньше. Но студент, правда, 4 часа в воздухе и первый день после дороги улетался в муку. Так что, видите, все прекрасно. Тебе показать бабочку, так называемую, на пепестрили. Точно с укачиванием все хорошо сейчас? Да. Точно. Ну смотри, бабочка на пепестрили делается вот так. Мы разгоняемся до 180 км в час. Теперь вот так. И... Класс! Гордой в планету. Вот это да! Вот так раз. Разгоняемся. Вот это да! И опа! Вот это да! Класс! Жах! Вот такая бабочка. Абсолютно безопасная фигура, но веселая. Согласен? Да! На этой оптимистичной ноте до новых встреч, глубоко уважаемые любители летной педоспорта! Скажи, до новых позитивных роликов! До новых позитивных роликов!